Не очень нравится говорить, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Нет, у нас такое, как-то очень всё, не хочется превращать это, как обычно, в такое вступительное гимнное слово и так далее. Если хотите, вы, каждый из вас, можете сказать что-то или друг о друге, или о себе. Это замечательно, приветствуется. Можем потормошить ещё Игорем, если вы там слышите, что-то скажет такое нежное. Как авторитетное. Авторитетное, да. Может быть, я ближе к концу. Ну хорошо, ловим нас. Мы тут благодаря Тане Шумовой, она нас раз рекламировала в дом музея Пастернака. Да, да. Он в дом музея Пастернака нам так организовал, но очень радует. Ельгина Алькелян. Я тогда почитаю книгу. Тут немного стихов, поэтому можно всю книгу прочитать. А потом переводы. Книга, кстати, вышла благодаря Денису Крюкову. Вот он и составитель. В общем, без него ничего не было. Мы очень рассчитываем, что он тоже на труд поступит. Да. Я слышу, мой поезд подъезжает. Это пикро. Грустные дети драмы радуются дарами. Слякотные глаза их в землистых телах. Медленные тени их мелькают местами. Находят вихри в песке, утопают в делах. Полное небо над ними, прохладных дождей семенит. Из утра туманного в коричневый вечер протянуты руки. Тонкие шеи, хрупкие плечи и голоса скрытый магнит. О встрече в пути умшистых камней говорит и о разлуке. Подъем становился круче, и лошадь лицом вытянулась в небо. В геометрию света, в котором ты дыхание мое различаешь. По теплому пару у левого плеча за спиной. Возвращай меня из заинделевшего камня сердце свое домой. Срываясь в пустую кастрюлю, черепицы красное тело вобрав. Капля говорит, на этом пути я каждый, кто видит меня. Пока дно не издаст гонг, пока гром не раскроет грохот. Не знаю я, по дну расплывусь окон. Или собственный сон я, пока не в клюве и языке, и звуке. Но приходит в движение тени, и тени не говорят. Посмотри, я принес тебе голову, в ней птица напротив живет. Открывает плачущий рот, роняя язык то, то ноты, то после долгого молчания произносит шипение. Кто ты? А ты, ответа не знаю, ищешь место между. Думаешь, угадаю, произносишь, я жду. Находишь в тишине, в темноту, и руки. В темноте паузы и звуки поднимаются и над головой. Хлопает оглушитель на ладошке. Хлюпает, идут по стене. Бедное сердце в тревоге бьет в литавры. Изволнован свиреп, и солнце выходит из ванны. Не звука. Улитка тишины наползает на плечи. Веранда, как пленка засвечена. Капля разбрасывает ветреный вечер. А на еловых иголках пол-ночь. На крыше мох, и я промок. Но не грусти в глазах застенчивых. Ты не одинок. Отделяется, отрывается, отдаляется. В теплой ночи темный уголок. Полок книжных нижних долок путь. Взглянуть хотя бы краем. Во что мы там играем? Катаем ртуть в спичечной коробке. Стеклянных шариков в кармане горсть. Дождь пошел, но мы не убегаем. Смиренные стоим, тихие, и таем, как сахарные головы. Голая, в лучах звуча и каплях. Ах! Кричит мама с балкона. Скорей домой, промок весь. В голосе ее летящим растворяюсь. Белестое дно. Трава колеблема водой немам. Ладони отнимаю от лица. Сомри, мама. Кричу в ответ, но звучит зима. Маленькими шажками идет, идет и уходит. Снимает пыльные ботинки и за порог выходит так, как будто заходит туда, где стол из орешника и творог в тарелке горой. Но главное, там тепло особое сочится еще и. И не стыдно, что одежда изношена до дыр. И что-то льется на плечи из облака, как елей, как будто недостающей напиваешься воды. И садится медленно голову к коленям склонив. У ног маячит с красной полоской синенький мячик. Облезлые ступени трогают солнечные огни. Думай, пустяки, девочка я или мальчик. Это чувство приходит, когда темно наступает на участки тела, на каждый выступ, где сыро, серо, северо-восточно, заиндевело. Очерчиваешь мелом, гасишь свет. На ощупь становится теплее, капли голоса сеплее. Лей его на грудь мне сургуч. Отпечаток своей руки, давливая в сердце мне тишина. За железным гаражом я ищу время, чтобы его убить. Но воздух стеклянный так густ, что я не могу его найти. И в этой густоте предметы не те. Я нащупываю только тень. Утро на часах прошло, и наступил день. Брошу этот гараж. За домом водоем. Пойду углядываться в дно. В бликах его, быть может, мираж. Быть может, какое-нибудь оно. В небе, как за приоткрытой дверью, видно немного. Оно незрелый лаваш. Скользит на брюхе солнце двуногое. Как солнце щенячье в гараж. За дверью, как солнце открытое, свето-полоса. Заншалая лес-посадка. На четвереньках пробираются голоса. Кувыркается колесо лошадка. Сколько тебя у утра в воздухе спит. Ровно и легче и тверже дружеских рыб. Тянется к кругу желтому ввысь. Запертых глаз не разомкнуть. Светится весь сквозь счастье и страх. Сколько в словах таится и буквах лица. Тянется к кругу желтому ввысь. С влагой крыльца падает вниз тонкой струей желтея пыльца. Тело листа касаясь и рта заставляя мерцать. Растет лимон, телом голос, в листве зеленых зон. Солнце он и сок, накопленный раствор. И слов его плеск, как сон его кисл. Идет непрерывно мысль. Выхватывает двор, где я, выжидая, сижу. Пару сорок на параллелях крыш. Прыг, жеребенок тонкий за телегой. Скрип, спи, где тень к земле прилип. А проснешься, когда ты ли? Может быть, пока на этом ограничено. А ты сейчас встанешь. Маленький мешочек, натянувшийся полным счастьем. Так весел, что чешется и не выдержит. Стоять вместе, да еще на таком узком. Давай пусть ему к реке и вцепимся друг к другу в плечи. Нет, говорит он, голосом тонким озоневым. Я еще вдохну. Гори, гори, огонь, боли, боли, боль. Проткнули ли иглой, не буду говорить. Давай с тобой дружить, на лодочке ходить и рыбочку искать. Гори, гори, вода, боли, боли, слеза. Я думаю, ходить и спустится орел. Его мешочки жизнь, его мешочки кровь. Попросишь показать, он решает сам. Руки дрожат, глаза глядят бесхозные. Теребят бесследные, берегут. Из любых слов можно слепить тесто. Во ваши стычки их пропустив через сердце, глаз, любую мерцающую часть. Правда есть тело, оттого не все слова хороши. Руки дрожат, что ими возьмешь. С них чистая амплитуда, без жалостности неуюта. И тело опять не ложь. Апостолы выловили полные сети, но забыли, чего хотели. Стоят как отолы, костлявы, седобороды. Между ними рыбки смеют, как дети. Красный, красный, я синий, синий. Или шкараловую руку ветку. Поплыли, будем за ней сдружить с теткой Актинией. Что останется от любви, если на нее разозлиться? И не так обломить стебелек, послюнить разлом, смешным накрыть колпаком. На нагромождение разбросать все в бесплодных фигур абстракции. Сказать, ну, братцы, кубы и треугольники, Покажите мне в ваших гранях живые раны. Хочу вложить в них мои пальцы. Только останется, что усомнится. Если решить, что переход от личного к безличному Уже был совершен, насильственный и невозвратно, Говоришь мы, или я, или он, Все лица глаголов бестактно втягивают кого-то, Кто уже ушел в историю переживания прошлого. Поэтому лучше взять в руки сугроб, Как он есть целиком, на ледяной подошве. И его нести, им загородиться. И показывая на него сообщать, Что вот это оно, безделица. И когда раствориться, не будет жалко. Где мы, Господи, на каком мы свете? Утро сейчас или вечер, Сумерки или вечер, сумерки или ветер? Где он и Господи ни из чего? И наши тепленькие руки, Так же бесплотны, как кино. А нет голос или ничей, Голос на радости, есть крючок. Бестолковее теплее, Любой абстракции веселее. Это непонимание крови. Колеса нашей тележки вращаются, Вот отбежал километр, один другой. Вот бор к ней прижался, Вот боги красивую захватили. Я в ней дафна, слепой и красивый голод. Ты то девушка с веслом, То пионер с трубой, Ты венчаешь собой. А вор уже совсем ко мне прижался. Тележка, птица, тройка, Туз вперед, религия, литература. Но нежно я спрошу, Где в нашей езде любовь? Я вижу суету и боль, Но я тебя люблю. Тогда одна останусь я в незде, Уедете вперед, и Бог придет ко мне. Троичный Бог попросит я к вор Быть так же мамой, Маркой, Ездрой и Ездой. А что случилось дальше обо мне, И каков конец, Расскажу птицами на хлеб фью-фью. Одинокая ель переходит в черту И стоит за чертой на посту. За забором сарай, кабинки, дрова, Куры спрашивают, куда. Дорогой мой постой, Говорим в разнобой, Все слова не имеют веса. Влез из леса, Или совсем навсегда, И любые другие варианты ответа. На бобины записаны, повторены, Многократно, как стебли травы. Каждый день ответвления, Проинспектируем, Поможет подмышкой развилки Зажать селок, И стоит помочь тому, У кого слишком много ног. Сосны бессонны, Ветер бессмертен, Вот что нам дает сопряжение гласных. Мы артикуляционно опасны, И также беспечны, А впрочем, вооружены все. Источник бывает альтернативный, Словай портативный, Вай-фай минной, Ветер противный, И дождь живет мной. За что у двух кротов любовь, Как ласточкин полет, Как ласточкины слезы. Один с утра встает и думает, Я невозможен. Я научился падать вниз и вниз, Откуда-то оттуда. Но в темноте от этого Лишь трепет в животе, Желание на птичьем языке Назвать другого. Наши шкурки черны, черны, Чернее самой земли. Я долго не видел я твоего лица, Оно казалось не такое, Но ощупь совсем другой. Я разлюбилась снова, Совсем ослеп, Но ничего не забыл. Небо есть небо, Небо нет, Есть здесь небо, И небо нет. Днет существует и свет, И тает одного другого во рту. Между делом и домом Холм с золотом и лепреконом. За каждую монету из кувшина Он просит один глаз друга И одну пружину из его матраса. Я отдала вас, ребята. Потом мы все превратились В муку и кальций, Перетертые кости. Мы и не были так близки, Чтобы срастаться, Зато огромный мельник Вполне мог держать нас вместе в горсти. Наверное, Эта история зовется встреча, Зовется спица. Она колется, И вам не спится, У края этой кровавой радуги. Но сколько радости, Сколько радости. Улиточка ухо раковины, Самый неожиданный зверь завелся. Он показывал неоновые передачи Прямо в земле. Квел у него цветок, Крошки, усики, Перекопанный огород. Мы все не умрем, Просто станем другими. Такая теплая встреча Будет как вода. Я и евреи, Райского сада, Агром и Мойша, Ицик и Хисус, Внезапно испанец, Рукой укажет на луну. Смотри, красиво, Как бубен цинганский, Как тимпан в руке мариам. Мариам — это я, Тра-ла-ла-ла, Как поется в одной из песен гейлян. На райском дереве уселся Недовольный попугай, Ищет кого-то округать. Несметная мелочь земли Вокруг лапа его, И лапа вокруг нее, Хвать? Что это делают Возле тебя муравьи? Живьем едят свои стопы. Даже этот попугай Хотел бы написать для Риты санет. Санет для Риты О волне и еврействе, О несметном количестве Получившихся детей и стихов, О несметном количестве Смешных, нежных, банальных И бальных слов, Что танцуют, Как снежинки за стеклом. Такой бы санет Положить в порошок К ее ногам. Это Рита Аранзон. Попугай не ревнует Другим поэтам, Другим санетам. Густой покрытый снег, Образумившийся человек, Он идет на поводке, Ищет папу, ищет маму. Вот же они сидят за столом, Вот же они в животе моем. Лоп-флоп, Я по нему, как по бубну, Как мигающие звезды. Авраам выгоняет своего сына, Авраам убивает своего сына, Праведный пратец Авраам Говорит сыновьям, Ты слишком много О себе думаешь. Хлоп-флоп, Как по бубну, Раскрывается живот, В нем бубновый валет И синий садник, И все тринадцать. Женщины не одеты, Размазанные их груди, Их самые теплые части. Мужчины в шляпах, И не про всех понятно, Кто мы, а кто они. И веселятся. Пророчица Мариам Называлась также именами Ифрат, Хела, Наара, Азува, Ириот, Солгар, Цера, Этнонеахархел. Разным поводом Новое имя. Когда она подурнела, Сталахела, Муж бросил ее, Азува. Но после она поправилась, Выглядел совсем молодой, Отсюда Наара. И она вернулась до мужа, Новой женой. Когда Мариам взяла в руки оружие, Ее поразило проказа, И отпустила, Когда покаялась. Я взяла его, Так как слишком была беззащитна. Но отныне будем считать, Будто бы равносильны, И не буду воевать. Правильно говорит Христос, И кивает голова, И небесная рать. Давай продадим мою голову, И купим на нее тебе сердце. Давай продадим мою грудь, И купим на нее тебе хуй. Давай продадим мои руки, И купим на них тебе новое дерево. Играет оркестр золотой, Новые зори, Новые кудри трудовых будней. Будет одному из нас светлая Пасха, А другому веселое Рождество. Здравствуй праздник, Любой любимый, Январский, Мартовский, Майский. Мы будем равны, Когда каждому все равно. Поехать туда, Где цветут цветы, И он сказал, Что это у тебя на голове? Я эту шляпку ношу уже который год, Мне и сутки растения Переплетаются с распятием, И все это украшено бисером И стеклярусом. Там тебя очень ждут, конечно, А я пока буду спать с другими. На острове такие вещи Не имеют значения, Моя шляпа и есть остров. Все, что нужно, Возьми с меня в обмен на запах И рекомендацию по поливу. Наша родня нас благословила бы, Но одни переживали за меня, Другие слишком искомерно думали в нём. Льну расскажу в своей горести, Там, где цветут цветы. На плантациях грозди Людских неудовольствий благоухаю. С песчаной дюны сходи босиком, Вот и вся премудрость, Даже если из этой сухой земли Растут сухие колючки, Терпи, не прогадаешь. Ну, пока всё. Радёт смерти, Божьей благодати, Но нет пока, Лучительно долга минута. Затылок ловится, Пере черны и мокрые, Гридны и нет ворон, Ещё килой, но жизнью со всех сторон Наполнено пространством, А вот клюёт больно по затылку. Спасибо, Господи, Как странна Твоя милость. Вдруг понял, Стою на бетоне, Неотвратимо, Щемяще далеко, Лирится молоко из бедона, Пахнет коровой и солома, И покинутым низеньким домом. К утренним солнечным сном Нам всё неприметное Твоё землистое Пульсирует знакомо. Сна не хватило вернуться, Протянутой веткой руки, Нужного слова рассыпался Осенний прозрачный лист, Пар из ноздрей. По утру в поле уходит корова. Чем дальше крыша крайнего дома, Тем роднее становится сном нам Темнота рассеянная за домом. По правую руку Желтоголовое поле семечковое. Вдоль него изгибается Растрескавшаяся тропка, А в сторону речки До самого леса пустырь, И в траве выгоревшие Челеки, коровья и полые рожки. Впереди за дамбой Глухое водохранилище Камыши, И малыши-купальщики, И мужички-рыбаки. И над насыпью дамбы Стрекозины и лёгкие танцы, И слушликов свист В степей над прогретой Травой летящей. А за водой Поле горчичное, И зелёный ползёт В нём комбайн. А дальше только небо Волна не склонилась к земле, И идущему в непрерывно Цветущем запахе полыни И пыли мне, Ищущему, Связывает со временами То, что внутри и вне. Муравьиная школа. Помню, дед угощал меня спиртом В построенном им Из камней шалаше В своём огороде, Где помимо всего Трипотцов мухолицами Плоскими образы солнца И крохотный на прогретой земле Лежал арбуз. Муравьиная дружба. Дед улыбался, Вставляя сигарету в мундштук. В глазах мутная плёнка. На лице радость Близости внука. Я думал, Какая связь между именем его И землёй? Руками и тенью камней. Нити страха. Во мне, говорил он, Страха нет. И дней немного. Молчаливый тропой Вернулся домой. Вернулись домой. Я на плечах у деда. Он на животе своего отца. Дом сохранил гвоздь, На котором висел каланчат. На котором иногда он играл. Но ради ини мотив. Вечером я мыл ему ноги, Ветки из которых растут. Летит гора, Молчит, Лечит мне изнанку. Волна живёт, Не произносит слов. И снов открытый кем-то, Как-то ящик своих. Я не могу понять, Порядок в них нарушен. То снится стейк, Скудным телом жаркий. Снится лето, Пыль, велосипед, И нет преград для глаз. В реке я знаю брод. И над гнездом птенцов Открыты рты. Но сон другой, Полок воздух, Синь. Поблёскивает, Говорливый под ногами, Снег. Преломление лучей, Жёлтое пятно декоративное. На озёрном льду, Рыбаки-грачи, Их смутная речь. Течёт вода, Наводит на раздумий клёкоть, Приходит робость В рокоте дверном, В дневном дыхании, Одним ведомый сном, Один ведомый В сторону окна, В сторону, где дом. По выступу за дубом Там запустелый дом. В комнате его Сарая древесина, Запах холода и тишины, И убегает в лес От окна древесина. Вдоль насыпи, В кругу жуков и птиц, С плечом к плечу, Неподалёку сон. Я шёл и всё любил. На лепестке плыва Со мной весна, Ей на запястье Клали пчёлы Мёртвые сна. В раковину уха Пойманное слово То угасает, То вспыхивает светом. А после снова Зрячего слепого Высматривает за елью, Есть ли, нет ли Листва, намокшая, Коричневатый лес Не прячет Ни сердца, ни мук. В язык его Почувствуешь ты Вдруг, у рук, И тут же под руками Кова. И там натуго Каждое поднятие руки Сосредоточение взгляда Ограда редка Уцелевшие доски Полны усталости и тоски. Так и трава за ней Качающая муравьёв Глиняные головы Кажет корзины гранатов Стены полны винограда Копчаной водой Как награда Падает на камень Кирка Вылетает искра И пламя дышит на стенах. В домике тоненьком Из потемневшего дерева Желтый цвет в окне рассыпается. Из комнаты в комнату Ребёнок проходит. Ребёнок другой Ещё просыпается. Кругом воркотня И слёзы катятся. Детей, Когда они ещё были детьми, Из рек вылавливали сетью. Аккуратно перетягивали Свет из тьмы. И оборачивали В плетёные пальмовые листья. Детей, Стоящих теперь на ступеньке, Пугает темнота Последнего этажа. Мне в детстве Не нравилась молочная пенка. На молоко Так любят ёжики. Ёжики, ёжики, Длинномосые звёздочки. Боженька, боженька, Как у счастлива, боженька. С моего последнего этажа В тумане верхушки деревьев. В рамке окна молоко, На дне под потолком Ветра нет. Худые сморые клочья, Как в докфильме. Скрывает солнце И виден диск его. Смычок не имеет конца. В осень только в начале. И неж неожиданно. Отца. Ну что, Канубер, всё. Прочитайте ещё. Делай всё, чтобы свет не проник в глаза, Чтобы видеть, как летят птицы в крови, В твоих венах, Дрожащие над деревьями В сторону тех гор, Где кроны с осен сгоревших, Красные птицы. Из такой темноты И скольких дней Кто-то повторяет, Летит. Чувствуешь тело С вкраплениями страха, Когда вода под тобой, Или земля, как сахар, И хор в чёрных, Убы, Неподвижных платьях, Голоса их, Вызывающие То к дождю, То к солнцу, Но спасения нет. И возвращаешься, Обнаруживаешь себя В квадрате комнаты И недостаточно темноты. Кто-то вышел в тишину, Подышал в холод. Нити проходят сквозь пар дыхания, Здание стискивает провод, Над зданием место Для всего остального. Оловянный солдатик ищет сон, Заваливается на бок, Пика его ружья показывает на восток, Где два человека у окна Гадают на облаках. Собака, корова, Лицо человека, Метрия от них за спиной, Шар растёт зимы, Еле иначе, Произносит кто-то, Уже лицом двери, И пар разлетается в стороны. Теневая сторона дома Свободна от нитей, Отталкивается от птиц, Летит. Вы мне приходите, Только снитесь, И я как будто жив, И один. Там мне осталось еще чуть-чуть. Да? Да. Ну, смотри. Хочешь, ты что? А, нет, хочу, да. Нет, сейчас я вычитаю. Да. 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 В тени день ничего не делает, Только умирает. Что осталось от ночи, Разлагается под деревьями, Местами отдаваясь, Как будто навсегда исчезновению. Там, где блик, Зыбкое тело колышется. Я не умру, Не умрем до конца, Скоро наш час. Крепнет и сгущается вязь, Задыхается над порослей, День схваченный тенем. Род твой откроет, Тебя вались, Речная вода, Мутная вечная вода. Тень выбирается из границ, Ее прохлада плотнее, Насекомое поднимается над тем, Что выше остывающей земли, Сердце остывающей земли Ложится на язык ночи. Эпиграф И вновь засыпаем, Григорий Дашевский Спокойствие, как подтек воска, Скованность, как в снах Акира Курасава, Альпинистов засыпает Глухим снегом. Что в себя возьмешь отсюда, Отнеси на реку И выплюнь воды. Дом на том берегу, Твой дом, Род твой открыт, Кот твой лежит На прогретой доске. Скатерть на столе Во дворе Вместо посадки мух, Медленного перемещения теней. В один такой Скользающий день Ты родился И видел, И помнишь ли лето? О ты, Пыль вокруг тебя Поднимается от земли, Отрываешься от земли Горизонтально Или вниз головой. Волны покачивают, Голос родной Что-то поет. Просыпаешься В детской кроватке И ничего не помнишь, Ничего не понимаешь. Из того, Что удалось собрать, Разведен костер. Первыми листья Сдаются, И дух Поднимается В воздух. Невесомое искритвение, Медленное торжество, Лес после того, Как садится солнце, Не выпускает меня из себя. Хранит в прохладе И влаге Мой сонный росток. Рыжий пёс Ложится у ног В взгляде верный И грустный. Круг Вписаный в круг Глоток Тонкого воздуха. От земли Отдели Как можно ровнее Дневное тело моё. Глина И камень Блуждающие Мотивы На первых. В чём Тебя Обнаружу И съем Плачущим Ртом. Утро Разморит С первым Глотком Материнского Голоса. Колышется Трава Водых Озеров. Касается Ног Живота. Солнце Накапливает Себя В глазах До шлепотечённых Пятен. Голоса За спиной Обдаляются Разорви Нить И ты Лицом В траве На языке Сон Сломанных Стеглей Сок Сломанных Стеглей Кислый Привкус Дня Где-то Под монастырской Стеной На горе Или Спиной К стене Под Нависшим Небом Или На Заросшем Хом Камне Следующий День Сливающийся Созвон Колокола Чайки Умирает С криком В полёте Над Одином Кто же ты Милал Среди этих Камней Говорящий Теплом И лиховодом Жёлтого Белого Ликом Оранжевого Туфа Голоса За спиной Отдаляет Тебя От воды Иногда Приоткрывается Дверь И я вижу Дерево Ствол И ветки Его С моими Сплетаются Руками Я Становлюсь Куст Но Приходит Лесник С топором И раздаётся Стук И хруст Потом Я вижу Паром Его С обветренным Лицом Солёным Дыханием И Утиханием Волны Волна Волна Ноль Дом В инвалидной Коляске Пляшет И плачет А мог бы быть Молодой Дожди И жучки Его Делают Песню Болей Путуницы Травы Из земли Его Влезает Тело Оставляя Скелет А само Пробивая Смекиной Вокруг По всему Участку Соучастие Дома Небо Толкает Патроны Сырых Облаков Берёзы Призрачно Мажут Плёнкой Коры Кусты Из земли Разгибают Дуговые Ветли Мокрая Черноземельная Плодь Соучастие Дома Инвалид И его Кожа Мушиная Дохлая Чёрная Тито Провинные Катышки Признак Моей Новизны Я не чувствую Кровь Только Недовольство Наделом Отразись Рыться окон Вперёд Грустный взгляд И стремительный взлёт Инопланетный Пришелец Захватчик Петипалый Медово-душистый Плотный Как черн Нерастворимый Весь По повновению Вверх Взбесившийся Огурец Вот дорога Вот небо В пруду Вот колось Сорной травы Лесень Песочного Мха Вот дорога Выбоя На её Вот её Протянутая Рука Плиняное Небо В пруду Где-то Вертится Колесо Разоряет осиновое гнездо Основное своё лицо Извечен Изучен Вот мой дом Шипы шиповников Ходят в него целиком Как в диванную ткань В мою руку встаёт Домашняя длань Тёплая Смертная Шершаво-занозистая Худая Утварь-кость Вся доска Шкала Протянувшейся смерти И радостно смотреть На закатные Ветлые ветви Поражённый Стоишь Паутина Зараза В раковине Листа Надвигается Новую Упираешься Лбом старого кома Хламбут И детские колики Искуданного Упрямства И правоты Надвигается Новая Помыслы у него Чисты И отпихивая его Сердце падает И поёт Интуиция говорит Что изнанка Не так чиста Бог знает Где располагается Старая детская дача Где посудный столик Стоит у стеной сарай Где грядки растут Индивеют Друг друга знают Где медведки в земле И ждивенцы Пропавшего урожая В переносном смысле Мы ещё там Лежим на покрывале В неудобстве жары и ветра Насекомых Колючих травок Мы бежим Перелистывая Ногами поводы Перебирая пальцами Тёмные Выкопанные воды Я думала ещё кусочков розы Почекайте маленькие Ну там кусочки Они как-то не прям связаны Я просто пересекаю Волокли друг друга волоком И ради чего? Ради тёмного окна Пианола Ради оточки Ради порослей малины Ради маленьких Калошно-полейниц Странные всё-таки люди Сами заводят будильник Сами всю ночь не спят Слушают, как он такает А солнышко заходит Встаёт Заходит Встаёт Я люблю тебя Больше и меньше Больше и меньше Парсинки из ковра Выпадают и светятся На ламинате Я однажды наступлю Пяткой в липко Поможешь и увижу Там твоя голова Там твоя голова Тут моя пятка И всё происходит Будто за границей Будто по словам Написанному А почему так я не знаю Словно все лампадки Зажжены И ни одна не работает Прошлой осенью Такой был сюжет Я сидел под каштаном Смоковницей И ждал, что Бог Увидит меня Увидев, не сможет Не сказать об этом И придёт Прошлой осенью Он не пришёл Зимой такой был сюжет Моя подруга училась петь Ходила на репетиции Простудилась Ходила на репетиции С температурой С пулупью бараньей шапки С рюкзаком за спиной Похожая на Филипка Мальчонку Атамана Новая площадка Говорила она В месте выступления Так как она была Тайной от секретных служб Этого нельзя говорить По телефону Говорила она И зачитывала тексты песен Хотя их нельзя было Зачитывать по телефону А вот если зайти в церковь И спеть Это очень плохо Спрашивала она у нас Спрашивала наша учительница Впрочем мы дружились Учительница И знали что она знает Про то как внутри В церкви Казалось это плохо А почему мы не знали Машенька лучшим входом Спеть смиренно Говорила учительница Там где свечки продают Там торговли И святости мало Или в преддверии На церковном дворе Можно на дудочке поиграть В весной события Слагались складки Представляя как они выглядят сверху Казалось что узор их Напоминает уже описанные Что совпадение Это не только не случайно Но и не надуманно Но тяжело было Только до конца поста А потом все стало сходить на нет Идти как идет Несправедливо и обыденно И прошмыгнув всегда Пустой у нас мыслит вет Так и продолжается По эту самую осень Я любила одного мужчину Он был худой, щуплый, слабый Иногда не выдерживала Поднимала, брала на руки Несла Он свердился, брыкался Орал головой Дергал нервные стороны в сторону Поставь меня на место Женщину Как можно было не любить такого И я рядом с ним Большая баба Хотя вообще совсем небольшая Скорее даже маленькая Во всех отношениях Только в этих отношениях Была большая Сейчас когда вспоминаю Какие-то жалостливые Все больше всплывают моменты Снег, санки Будто блокады Или вот я стою в ванной А мне на ступни Льется вода из душа И ноги кажутся огромными Каждая ступня Размером с поля Голени колонны Или пальтишко приходит На ум сиротское Черное с дырками В общем такие Литературные ассоциации Еще думаю о проруби Чтобы в ней утонуть Надо быть подходящего размера Не застрять Проскользнуть И о зимних удочках Коротких Так как расстояния нет Зимой можно преодолеть Реку пешком Обойдешься без палки Удила Стоишь с мормышкой Над прорубью И это черная Маленькая дырка В огромном белом И вы может быть думаете Что я говорю о теле О теле большом Или теле маленьком А я небо имела ввиду К него смотришь иногда зимой Оно совсем белое Без единой морщинки Моя прабабушка Пряталась на чердаке От сельского учителя Он длинноногий Длиннополый Ходил по селу Павловки Ходил по селу И сидел в каждой избе Чтобы его кормили Угостите учителя Он учит твоих детей Мама моей бабушки Пряталась на чердаке Среди пауков Фанеры Обломков кирпичей Сундука С тряпками Ржавых гвоздиков И банок с пылью Нечем было угощать Сельского учителя Он ходил и ждал угощения Нет дома прабабушки Моей внучке Говорила моя маленькая бабушка И ничего не Говорила моя маленькая бабушка Или ничего не говорила Сидела и грызла грязлый ноготь А на учителя Сыпалась труха с потолка Он видел тени сквозь щели И ждал пока Пока надоест Прятаться матери моей бабушки Она угостит его Пылью из банок Тряпками из сундука Гвоздиками из потолка Или чем там Она кормит своих детей Слепанчак говорил Мне бабушка Когда мне было восемь И уже минус восемь Как и у моей прабабушки Которая слепла И шила маленькие лоскутки Огромными невидимыми стежками Это позже Но и тогда Ничего не видно Когда сидишь на чердаке Только слышно Как вздыхает Тельский учитель Вдыхает в ожидании И застряхивает Случайную древесную пыль Сладсканов и полов Полей Пол В поле чистом серебрится Декланирует он Вдруг резко вскакивая Крик-крик Грызет ноготь Моя бабушка Так-так Говорят часы Тучи дел Сгущается на потолке Прабабушка Анна Анна ощупью Находит половую доску Упираются ладони И пятится в лестнице Ее цветастая юбка Появляется в квадратной Чердачной дверце Ногами в челках Шерстяных и пыльных наколенах Она упирается В березовой перекладенной лестнице Цепляется пальцами За чердачный порожек Чужится на единственную яблоню Вздых-вздыхает И идет в дом Крик-говорит ноготь моей бабушки И она без крика Бросается в цветастые юбки Так-так Говорит тельский учитель И кланяется Слегка откидываясь назад Здравствуйте Говорит моя прабабушка Щевеливающая Говорит моя прабабушка Раз кот пришел и сел рядом То надо читать Евангелие вслух Не лишать же домашних туземцев Божественного слова Только потому, что мы не кумекаем их языка Так вот же кот Горе вам книжники и вориселицы Меры, что даете десятину Смятые они светнины Оставили важнейшие в законе Оцезывающие комара А верлюда поглощающие Кот Зарятый лег и отвернулся Слушай, слушай Тут я подняла глаза Увидела ангела Он был в комнате И наполнял ее всю Хотя его не было видно Она была видна, как обычно Три стены Уходящий вдаль пол Слева стол Справа шкафы Прямо по курсу подоконник С темным окном И желтыми иконами Но прозрачность была видимостью А наполнение ее Божественный посланник Я увидела это Подняв глаза Он не был послан Утешать, сообщать Разбивать одиночество Или, как я Проповедовать Он был послан На всякий случай Именно сейчас Он должен был Поприсутствовать здесь Такое у него было задание И так он выражал Собоизнание Бога о нас Неконкретное ощущение Возможного риска Поровну заботы и равнодушия Как воспитатель Сидетского сада В ее сотую смену И он лежал Занимая всю комнату Свернувшись Три погибели Под мышкой у него Проходило горизонтальное копье А голову он Как тот кот Что не слишком был рад Плышит обличение Благой вести Проповедуемый ему Прижимал к ногам Вопрос лишь в том Насколько это все На все похоже Жук на жука На жука А тот на жука Что есть совка Против ядерного взрыва Что имеет совка против И что она может противопоставить Она злая хищница совка Он безответственный Убыльный Больше нет слов Мне они не зались На нитку основы А она из них составлялась Снова и снова Как трактовать пустоту Я подумала Бог бессмысленности этого дня Он растворен без цельности и потери Как пара струбы на морозе Густой и видный Неутешающий Проницаемый Незавидный Необидный Неубывающий Я на горе Расстояние мотнят И нам подарен Нервный размах отношений И слишком спелый Грустящий жирный их жир Он тоже здесь Среди ежевики Течет как дорога Как пробивающаяся На карачках из утра Расправляющая над морем Живот жара Фонтаны Возле памятник жертвы Много людей Добралось до горы Над морем Всего две фамилии Две войны И мы приехали тоже Побыть Совсем одни Руки дрожат И стены Ходят Жизнь предметов Пребывает в дальней дороге Такую узкую Даже они себе не выбирают Только один Встал Уперевшись В раскоряку Прямо с размаху Среди разросшихся кустов Только ли ты Выбрал эту руку Подержать Чтобы разогнать кровь Это оказалось статуя Не стыд Ни любовь Ни разлука А статуя геройства Без движения Стоять И стукан Отпусти рану В плане не полыхать Отойди Пожирать огнем И птица в груди Старается быть с собой Пернатой Лаской Но юбка Прикроватный столик Никогда не приходит А силы слова Еще меньше Каждый про себя Ничего не знает Всем показывает На ладони Очевидные вещи Сел на рельсы Мудрец Несказанного счастья Никогда не видел И тем доволен Небо рыбье мясо В нем солнце монета А бог рыбья кость Выкидываешь всегда Самые нужные вещи Через года Скользкие капли сожаления Как вода высохнут Под небесным огнем Он с неба сойдет Я знаю Можно жить и не знать Что делаешь этот жест Руку к лицу Ладонь к щеке Кумушку ли сожгли На костре Задавили в толпе Или тебя Графиня Балясина Басня о наших домашних животных И о художниках Вангардистах Учат нас жить Не хуже прочих Перед собой смиряться Над частью тела жертвы Северний северний Си закрылый Не пожелает раствориться В дымке небесной Пока другие мнутся С утра в занавески В утро закваски пресной Давай ты умер А я фарисей И мои молитвы Никогда не будут Услышаны о тебе На небе светает И я считаю Вокруг вещи Которые нас вытаскивают Делают теми кем Лучше на время Или на день Все Я прочитаю Три перевода Из греческого Когда закрываю глаза Издалека Любимые приходят И смотрят на меня Когда выключаю свет Приходит смерть И мои целуют руки Ο κήπος Μύριζε βρίπτως Κήπος Δεν ήταν αυτός Κάποι παραξενά Ζεουγάρια Μέσα του Προτραπήσαν Στα χέρια Τα παπούτσια Τους χώρουσαν Τα πόδια Τους ήταν Μεγάλα Άσπρα Και γυμνά Κάτι κεφάλια Σαν άγρια Φεγγάρια Πληκτικά Και κόκκινα Τριαντάφυλα Ξαφνού Βίτρωνανε Διαστώματα Πουόρνουσαν Κεταξικίνης Ιπητρώβουσ Σκήλοι САД Пахло болезнью То было не самим садом Местом прогулки Неестественных пар Обувь их предназначалась Для рук Ноги их огромные Белые Иглосые Головы Как дикие Эпилептические луны И красные розы Неожиданно Вырастали Вместо ртов На которые Набрасывались Ирозру И то градо с тем кинематографом влепись, Оте денидез то прои, то хоромено кипуром, То алексино авто кинетом, то та филиаме, То алексино забгали, Оте ден агапайто санато о кинематографосу. Утром и вечером, утром видишь смерть, Смотрящую из окна, сад, жестокую птицу, И тихую кошку на ветке. На улице проезжает автомобиль-призрак, Условный шофер, человек с металлой, золотыми зубами, смеется. А вечером в кинотеатре видишь то, чего не видел утром, Веселого садовника, настоящую машину, Под собой с настоящей парой. Что не видит смерть, кинематограф. Готовым шофером. Теперь надо комитетрополь. Будет Luis Valciся. Сейчас еще. 7-7. 1-7. Немного чужих стихов, любимых авторов. Анна Глазераев. Если не взять законом, бери измором, бери, к примеру, болото. Только мертвый может без ущерба вернуться, но мы с лодкой ныряли уже и так, и ныряем, то два выдоха на поверхности, то в глубоком сне, много раз вернулись без груза и смерти от моря. Владимир Кучерявкин. Солнце в кресле моем развалилось и дремлет злотое, тишина. Ни мотоцикл не крепнет, ни рта не раскроет другая машина. Мы разбрелись кто куда, кто стережет карасей в пруду над под забором, на лету сочиняя историю краткой собственной жизни. По кустам, как ребенок иные, сидят, разбирая птичьи и кромешные крики. Или в книгу глядится, или бродит меж грядок заросших, бормоча про себя то ли гимны, то ли заклинания. Вечер настанет, все собираются мирно, чаю покушать, рассказать, чем закончилась жизнь под луною, что привиделось в ней смешным или, может, загадкой, друга послушать, качая головой у вечерней лампады, зевнуть напоследок темной луне, да разлететься с эфиром по разным мирам своим, позабывший и пруд, и планету, и брату, тенью дрожащего в легкой груди, не так уж и больно. Из книги «Живущие в небесах» посмеются. Старая-старая на заборе тряпка, цвета серого неба, а ведь, помню, была в полоску. Над прудом носятся мошки, будто играют в крядки. Три над забором черные доски. Плотва поплыва по синему небу, тылями красными машетными секретно. Ходят кости по грядкам, читают книжки. Темными голосами гудорят легко и беспредметно. Круглые камни лежат у забора. Добрые они, совсем живые. Над кустом наклонилось небо со всеми своими облаками. Ветра нет, почти совсем не слышно. Зато слышно чавелитая птица. Этакий добрый мусульманин хвалит без устали единого Бога. Я же сейчас вот из окошка прыгну, камням поклонюсь и кусту, и неслышному ветру. Да хвалу заведу за умной, как птица, обращая вопли высокому небу. Что-то колокола давно не слышно. Спят все монахи, прости, Господи, что ли. Одна только по ночам брякает дискотека. Не бьет поклоны, знай, только приседает. Что ли у Бога, ну мне, по примеру пророка, самому отправиться в святые горы, чернецов разбудить, разогнать дискотеку, да послушать колокольное сладкое пение. Не швахнется лист, а вдруг затрепещет. Ветер дышит неровно, будто играет. На воду бегают, прыгают мушки, букашки, вещи. Топает по воздуху и рады, будто добрались до рая. Замахала крыльями над сараем сорока. Брякнул калиткой сосед, намекая выпить рожей синий. Слышите к вечеру мягкое поступь рока. Слышней к вечеру мягкое поступь рока. Завтра проснешься, куда же подевалась Россия. Лукас Мудисон в переводах Андрея Щеглова. Солнечное затмение. Солнечное затмение возникает, когда Солнце по той или иной причине трескается и из гигантского горящего апельсина сочится апельсиновая кровь. Темнота. Некоторые ученые утверждают, что эта темнота, в отличие от обычной темноты, радиоактивна. Однако какие-либо научные доказательства в пользу указанной теории отсутствуют. Один ученый сконструил счетчик, который может измерять радиоактивность у таких абстрактных предметов, как темнота, что ранее казалось невозможным. И сейчас он направляется в Швецию, чтобы измерить темноту, которая вот-вот затопит меня, если ты мне не позвонишь. Если ты мне не позвонишь и не скажешь, что все просто недоразумение, что вовсе не кончено, что ты меня по-прежнему любишь. Мне представляется, что если я сейчас пойду и почищу зубы, то ты наверняка позвонишь. Если я стою перед раковиной и плачу, и думаю, что если я буду плакать, то ты наверняка вернешься. Если я перестану плакать, то ты наверняка вернешься. Если я потушу свет в ванной комнате, если я выну руку, если умусь, если пойду и сяду рядом с телефоном, ты наверняка позвонишь. Если я закажу таблетки и леденцы вот такой формы, если я выну телефонную вилку из гнезда, а потом опять вставлю, ты наверняка позвонишь и скажешь, что все хорошо. Милая, пожалуйста, скажи, что все хорошо. Поздно вечером ты звонишь, и я лежу на полу и плачу, и говорю, нет, 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 не хочу, нет, нет, нет. Милая, это неправда. И радиоактивная темнота сочится на меня отовсюду. И еще небольшое стихотворение, его называется «Заключение». В заключение заключи меня в обятия, равное тысяче обятий. Заключи меня в свои обятия, в тысяче обятий глубиной. Вот. Все. Я больше ничего не вычитаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои чужие. Я еще буду. Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это четыре самых важных. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анна Горенка Тело за мной уходило тело, ело маковый мед. А теперь довольна, мне надоело я во власти других забот. Я в зубах сжимаю алую нить, к ней привязанные небеса. Я все выше, выше желаю плыть, я хочу оставаться сам. Плетина света над головой И мне дела нету до нас с тобою Пусть они в разлуке, в беде навеки Я сегодня самые мосты и реки Я огонь и трубы, вода и мыло Я что хочешь, лишь бы тебе польстила Я ориадна, скалой угрота В зубах нитка, во рту монетка Я себе ориадна, тесе и лота Я голушка-детка Белая пыльная малина Как просто так дается в детстве В придачу к полисаднику Засидят двойные рамы, битая вата А тело из белого стало бледным Появилось желание объясниться Видите ли, феминистки меня не любят Только бы если не стать феминисткой Капустница в голоде, капустница в холодце Подмытой марганцовкой Клацую, топули и пиздой Мама, мама, только бы не стать феминисткой Мама, не стать над меньшинством, фашистом Пастерской самкой, взрослой женщиной Турком, лучше пожарником, мертвым ребенком Постмодернистом Только не старостой, не багритским, не партизаном Мама, мои друзья партизаны в застенке Чуть только ночь открывают заслонку И выходят оттуда Я не буду это синее молоко с пенкой-пленкой А ты ее доедала Не потому что любишь все противное А потому что люди бывают разные Некоторые матери, некоторые дети И не к ночи феминистки Дети плачут Матери плачут, едят пленку от молока Матери героини бесстрашно вытирают попу Феминистки пьют напиток из сои Мама, это только инстинкты Ты могла бы меня задушить и лгать, что на десять лет младше Но пленка-пленка Выдает мать отставленному в угол ребенку Пентарные бусы, вставные зубы под раздвижной кроватью Бежевый замшевый поев на синим вязаном платье Что до жизни, то оказалось женской Я уверена, что зажигалку под поршень Ты бы так же ставила и сокрушалась смерти Но застрадание не определяет судьбу никак Ронзон Ронзон очень сложно прочесть два стихотворения Если я хотела у всех читать Можно остановиться Да, нет, он просто, как бы, мне кажется, он очень существует в корпусе В каких-то своих повторяющихся образах Вот Лебедь Ну, в общем, я что-то на угадке читаю Не так уж сложно Что? Ну, мне сложно Ну, мне кажется, они поодиночке не так работают, как в этом Лебедь Вокруг меня сидело дело И к ней лицом, и к ней спиной стоял Я, оторшись от древа Уплыл карась на водополь Плыл карась, макет заката Майский жук болотных вод И зеленые заплаты И диск ушинки запер вход Лебедь был сосудом утра Родич белым был цветам Он качался тут и там Будто тетивое круто Изгибалась грудь на нем Он был не трелий соловьем В поле полем я дышу Вдруг тоскливо Речка, берег Не своей тоски лишу Я услышал в крыльях зверя Пролетел, стою один Ничего уже не вижу Только небо впереди Воздух черен и недвижим Там, где девочкой ногой Я стоял в каком-то детстве Что там, дерево или конь Или вовсе неизвестный Добытый сонет Жив я, плот не умерла Еще шесть строк Еще которых нет Я из добытия перетащу в сонет Не ведываю вы, зачем нам эта мука Зачем из трупов душ букетами цветут Такие мысли и такие буквы Но я извлек их, так пускай живут Здесь ли я, но Бог мой рядом И мне сказать ему легко О, как красиво неоглядность И одиночество всего Куда бы время ни текло Мне все равно Я вижу радость Но в том, что мне ее не надо Мне даже сниться тяжело Однако только рассвело Люблю поднять я века Ока, чтобы на вас, мой друг На Бога Смотреть и думать От того, кто мне наступит на крыло Когда я под твоей отекой Как хорошо в покинутых местах Покинутых людьми, но не богами И дождь идет, и мокнет красота Лесных деревьев, поднятых холмами И дождь идет, и мокнет красота Лесных деревьев, поднятых холмами Как хорошо в покинутых местах Покинутых людьми, но не богами григорий дашевский и правильное стихотворение то что тайна не говорил что она написана про переделки на лицо потому что хорошо прочитать ни себя ни людей нету здесь не бывает заповедь озаряет сныть лопух комара на слабое пение невидимка пила вот теперь от злодей а невинный страдает под леднев до бела но закон без людей без людей сияет здесь ни зла ни терпения ни лица лишь мерцает крылышко комара ничему не нужен навсегда но на время годен человек он недом но временный ночлег место встреч румянца и стыда голода с едой тоски с москвой и листы ночным ночной дневной или просто с оборотом век это ты рисующим точь в точь он синоним точное слово тут место где бывают не живут кто зайдет на время кто на ночь все однако по своим делам не по нашим и уходят прочь по небесным и земным углам видимых невидимых квартир так что если говорить про вид он у нас всегда не обжитой ты похоже всех пересидит как метро снувший пассажир но ему когда-нибудь домой не урожайные поля бежит бродячая собака и кем-то скопана земля на бывшей даче пастернака случайные болит в твоем имени камень и конь ты вожжок в тюреве федора как жонку огонь разбился как пьяный свалившийся в лифт персонаж неолита жаке иполит колесницы пошли на последний заезд девс не выдаст товарищ буден и не съест только женщина сжала программку в руке чуть качнула ногой в прозрачном чулке болит мы идем на последний виток яс в тюремных дверей и мерцание винтовых автогонщик срывается кончен мираж все дальнейшие недостоверность мираж я хочу тебя мальчик сказала она вожделением к мертвому вся сожжена не осталось напиться в ресторане бега не осталось россии печаль и снега свечи цертана и полумеры холостые залпы в пустоту пушкин умирает от холеры не доехав болди на версту конского навоза листья в дряни слиплось на подметках и ступнях осенью еще готовят сани и стоят одной ногой в санях ноги на задрипанной одежке ноги по задрипанной одежке вытянул и выгнулся хребтом хрипло просит дайте мне морожки это он успел сказать потом в измерении божеского срока на расхристе явольских стихий догорят в библиотеке блока пушкина бессильные стихи синь когда-то отшумевших сотен пустота сводящая с ума что такое болдинская осень я не знаю в полдине зима я думаю 100 восклицей нет время кексиков Скажите про стихи, это последние стихи или за много лет, или за три года, или за два, или за сколько? Ну, вообще мои, потому что я читал эти стихи за все время, что я пишу, когда я не люблю. И это сколько? Это, ну да, 156. А вот этот вот греческий, так сказать, перевод из греческого, это вы когда стали делать? Совсем недавно, вот буквально месяца-два. Я, к сожалению, совсем не знаю греческую поэзию, это современный поэт. Да, современный поэт. В 2006 году умер. В общем, все равно современник. Я близкий к свеалистам. То есть он умер старым? Ну он старым, довольно старым, да. То есть он не очень современный. Ну он, да. То есть это то, что ты переводил, это стихи типа, условно, тридцатых-сороковых лет, это стихи... В 1986 год, где-то около 90-х. Ну, в общем, все равно не старая стихи. А почему вдруг? А почему вдруг? Не знаю, как-то он мне попался и понятнее, почему-то умер стихи. По крайней мере, на греческом языке, поэтому... Ага. Кажется, что... Я, может быть, неверно, то есть, мне кажется, когда читаешь по гречески, там гораздо больше слов, а у тебя это гораздо заслужение. На данном греческом роде, да. На этой преблоге, религи... Там они очень длинные, мне кажется, длинные слова. Там длинные, предлоги, они звучат как слова, большие. То есть, когда заявили, мы говорим ооооооооооооооооооооооо... Оля, а Ваше за сколько времени? У меня какая-то ужасная каша. На самом деле из того, что мне кажется, получившимся и чуть-чуть, ну не то, что чуть не получившимся, мне как-то мешало сюда и то, что, в общем, полуспорно. Тут есть и что-то совсем, ну вот, по Новый год что-то было написано, а есть совсем, там, 4-5 лет. Да, просто какая-то совсем старая была. Мне кажется, еще когда я училась уже ЛТ, и там писали этюды, то есть она какая-то... Очень старая, это тоже лет шесть, да? Ну да, лет шесть-пять. Ну так, сколько они живут. Сколько они живут, да? А как вам вместе читались? Знаешь, мы такие разные, на самом деле. Когда я слушал, я думал, что это не должно быть в стране. На самом деле, я как-то столкновение, потому что это скорее разные. Ну, а что-то, ну, хорошо. Да. Ну, я подумал, что вы похожи, на самом деле. Похожи? Да. Да. Да, во времена не было такое ощущение. Да, вокруг меня образовалась какая-то идея, как и к чему вы похожи. Ну, у нас много общих мест, куда мы ходим. Да, сейчас более-менее в пудрями. Да. Ну, я, правда, не знаю. В пудрями.